здравствуйте коллеги с вами саков роман компания дров маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео заканчивается а месяца заканчивается неделя поэтому мы в сегодняшнем видео подведем небольшие итоги и разберем значимые события этой недели но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео и ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях конечно самым значимым событием на этой неделе который было приковано внимание трейдеров и инвесторов была ситуация вокруг компании gamestop мы уже обсуждали эту ситуацию на подкасте который был опубликован во вторник но я считаю что и вот уже необходимо прояснить и поговорить об этом чтобы как начинающие инвесторы и трейдеры до понимали какие опасности с этим могут быть связаны ну вкратце напомню что компания gamestop была разогнана группой трейдеров из социальной сети reddit по ней было довольно таки большое количество операций на шорт и они решили как раз приподнять акции для того чтобы спровоцировать шорт сквиз ну и соответственно этом заработать а что собственно у них вполне и удалось а если мы посмотрим на график компании я для данной демонстрации буду использовать портал финвиз где мы сможем увидеть также всю информацию по по данной компании а соответственно если мы посмотрим на дневной график до акции в начале года торговались там в районе 20 на пике они доходили примерно до 480 сейчас мы видим ну конечно вот это снижение вчера вернулись обратно на отметку 112 колоссальная волатильность ряд брокеров том числе и адмирал маркет запретили открытие новых позиций в данном случае в адмирал маркет доступно только закрытие уже существующих это связано с повышенным риском ну и конечно это прикол от внимания всем кажется что можно очень быстро заработать на этой ситуации но это не так давайте чуть более подробно разберемся а в чем это было спровоцировано это было спровоцировано с большим количеством короткого интереса short float на текущий момент составляет 120 процент я никогда не видел такого значения то есть это означает количество акций которые взяты именно на продажу да по данному инструменту если этот показатель становится выше там 30 40 уж точно если больше 50 то шортить такие акции крайне опасно потому что как раз риск срабатываем вот этих заявок на обратный выкуп акции которые взяты в шарты он крайне высок и а так как закрывают шарты мы должны выкупать с рынка и соответственно это провоцирует на дальнейшее уже восходящее движение ну вот такой пример как раз мы здесь и видим такая ситуация происходила по нескольким акциям и здесь чтобы я еще хотел вам показать если мы на финвизе откроем акции и отсортируем по короткому интересу мы также можем найти здесь ряд акций как вот телекоммуникационный сервис атуса 76 процентов фубо 75 процентов то мы здесь видим ряд акций есть там по 70 процентов 60 процентов 50 процентов а 40 процентов но вот еще один такой пример была компания физ да который также нас провоцировал вот данное движение то здесь но важно понимать что компания но в том числе game stop это просто ритейлер который физических магазинах до продает видеоигры да и какую-то другую продукцию то есть здесь рост идет не из-за того что компания развивается много зарабатывает а просто это технический момент который произошел поэтому конечно делать ставку на продолжение роста это ну крайне неразумно если у вас находились эти акции в портфеле если вы по каким-то другим причинам их покупали ранее то конечно это хороший момент чтобы зафиксировать прибыль до несколько в несколько иксов но делать на этом ставку уже постфактум конечно меня я считаю что это неразумно а еще тоже очень интересно по game stop по транзакциям как раз инсайдеров то есть мы видим несколько заявок от директора на продажу которые пошли 13 14 15 января но здесь конечно цена была не такая которую мы видели там пару дней назад а по 33 36 и 37 то есть все таки это в два раза выше чем там самом начале года поэтому здесь я думаю что они тоже решили избавиться до от своих акций потому что вряд ли здесь видят какие-то перспективы поэтому скорее всего это такой последний аккорд и собственное движение тоже по ним может пойти уже на нисходящее у меня тоже есть одна из акций по которым довольно таки высокий short float это компания никола и она собственно тоже подрастала последние несколько дней довольно таки активно сейчас составляет 36 процентов если мы посмотрим по никола как раз последний всплеск здесь был до уровня 30 акция дошла но опять же то есть я ее покупал там со средней ценой 20 для меня сейчас комфортно сидеть в этой акции и собственно держать поэтому здесь я продолжу это делать и уже безусловно контролируя риски просто буду это держать если получится такая ситуация акция вырасти там до 60 или до 100 то конечно я ее закрою и потом буду искать уже новые какие-то позиции потому что вряд ли акция сможет так быстро вырасти именно нам на фундаментальных показателях деятельности этой компании поэтому будьте аккуратны при подобных ситуациях и конечно дело ставку на то чтобы быстро обогатиться ну не стоит здесь с большей вероятностью это придет только к большим убыткам а что еще важно да у нас продолжается сезон отчетов мы видим что индекс s&p 500 у нас начинает корректироваться с недели закрывается не на самой позитивной ноте но в целом на в целом по итогам последних дней отчетов мы видели рекордную отчеты по apple да apple зафиксировала более 100 миллиардов выручки дан за квартал ну и собственно порядка двадцати восьми миллиардов уже непосредственно прибыль то есть 111 тебя была выручка 28 миллиардов прибыль за это безусловно хорошо сказывается на компании но скорее всего тоже уже было в ожидании поэтому кого стремительного роста после отчетов мы не увидели а в целом компании отчитываются сильно лучше да то есть по и ps мы видим по многим компаниям двухзначный скажем так лучше результата лучше чем ожидалось по многим компаниям это видим но и неделя заканчивается на сегодня не так многочетно буквально 39 компания читается и в их числе например также колгейт caterpillar шеврон и ну и ряд также других компаний просто обратил внимание за которым я например также буду следить ну и ела или тоже отчитается на сегодня в целом если посмотреть уже на рынке непосредственно давайте сразу же откроем индексы 500 мы видим крайне повышен волатильность по данному инструменту три дня назад смп 500 снижался на более чем 2 процента до падения ставок примерно 35 процента три с половиной процента и сейчас на мы продолжаем находиться восходящем тренде то есть пока рано еще говорит о начале какой-то коррекции до супер глубокой да но коррекция сейчас есть да пока она еще не остановилась поэтому движение а нисходящее поясе пиццу продолжается давайте разбираться с самого начала до с инструментов начнем из евро доллара потому что доллар американский в этом случае укрепляется как раз так коррекция которая ждала она происходит сейчас поэтому я для себя буду рассматривать возможности как раз на вход на продолжение тренда по завершению данной коррекции евро доллар находится на неплохих уровнях для входа но пока мы тоже видимо у нас коррекционно нисходящее движение евро доллар не смог обновить минимальные значения которые были в середине января это в области 12060 поэтому с текущих уровней если мы видим еще одно движение вниз и собственно будут неплохие уровни для как раз начала восходящего движения которые я уже смогу для себя на часовом таймфрейме то я тоже буду рассматривать евро доллар для входа на продолжение роста скорее всего не сегодня но опять же к этому мы вернемся уже на следующей неделе а по британской валюты здесь ничего интересного здесь не было сильно волатильности продолжаем двигаться в том канале восходящем который у нас здесь сформирован только если будет движение в области 134 133 тогда уже здесь я вход на продолжение тренда рассмотритесь нужна более глубокая коррекция а по паре американский доллар канадского вот здесь коррекция как раз продолжается до американский доллар укрепляется и вполне вероятно что можем прийти в области 129 47 а из этих уровней уже это также продолжать нисходящее движение поэтому данную ситуацию я для себя тоже рассмотрю сейчас пока коррекция не остановилась на все еще продолжается это мы видим на часовом таймфрейме но уже пока сегодня мы не можем пока на это локальный максимум вполне вероятно что это может произойти в течение нас день только начался поэтому следим и если будет выход как раз на продолжение исходящего тренда если цена сможет закрепиться на за область 127 81 это минимальное значение вчерашней торговой сессии то я для себя уже первые отложенные дыра здесь поставлю буду ходить на понижение а по паре американский доллар японский и японская иена здесь я пробовал входить еще раз нам на продажу не самая комфортная цена была поэтому риск использовал чуть меньше меньше чем один процент и тем не менее сделка закрылась а также по стоп-лоссу ну опять же еще раз важно да то здесь вышел я по данной цене об мы видим никуда уже доллар и она улетела спустя несколько дней поэтому сейчас мы опять же такой достаточно неплохую область для того чтобы искать продажи да вот с текущих уровней я бы уже как раз к этому рассматривать потому что восходящие движения довольно таки активны но тренд пока сохраняется нисходящий поэтому по завершению данной коррекции я также для себя буду рассматривать уже вход на продолжение снижения по доллар иена доллар иена тоже выглядывали интересно а австралийца более глубокая коррекция сегодня у нас ну в этом месяце уже было показано до буквально два дня назад поэтому опять же здесь я для себя рассматривать уже возможность входа на продолжение тренда жду завершения вот данной коррекции на часовом таймфрейме и тогда уже буду заходить на продолжение роста такая же картина по новозеландцу здесь коррекция была чуть более глубокой принципе мы видели в середине января мы не смогли вчера переписать локальный минимум в целом также настроена здесь остается пока восходящий до восходящий тренд на сохраняется поэтому тоже здесь для себя рассмотрю возможности входа на продолжение роста а золото на по золоту мы находимся сейчас ну вот на таком стыке то есть целый нас тренд сохраняется нисходящие вполне вероятно что как раз нам на фоне распродаж на фонда в рынке золото может подрасти и вчера также поступил для меня сигнал поиска покупок вчера цена смогла закрепиться выше максимальной значения который бы 27 января то для меня это сигнал то что можно искать покупки и ближайшая цена которая это было на который для меня было интересно это область 1840 сейчас более точно скажу по данной цене 1835 а соответственно туда я поставил отложенный ордер на покупку стоп-лосс у меня стоит заменю 27 числа и вчера концу торговой сессии цена скорректировалась работал отложенный ордер но сейчас нахожусь покупках опять же достаточно комфортно цена поэтому здесь риск по данной сделки меньше даже чем полпроцента поэтому здесь я чувствую себя довольно комфортно в этой позиции продолжаю ну собственно держать то есть здесь тейк профит у меня стоит такой среднесрочный в область 1950 но конечно ситуация на рынке поменяется то выйду чуть раньше ближайшая цель это обновление максимально значения в области 1876 если выходим выше данных уровней то буду держать ну стараться держать до области как раз а 1950 этом золото тоже здесь пока выглядит довольно таки мне интересно а ну и собственно фондовые индексы все уходят в коррекцию и в том числе индекс dax мы увидели тоже более глубокую коррекцию на этой неделе мы закрепились ниже отметки 13305 поэтому здесь продолжается нисходящее движение неплохие уровень для того чтобы войти как раз на продолжение тренда порядка 6 процентов здесь может быть как раз вот продолжение роста будем смотреть где остановится и тогда уже принимать решение ну и конечно мы следим за индексом s&p 500 я собственно то падение которое было сейчас его пытается отыграть но в целом есть опять же мы говорим с точки зрения часов таймфрейма вчера я пытались расти до росли крайне активно но уже во второй половине торговой сессии на америке вновь стали опускаться и данная тенденция сейчас пока меня продолжается есть обновим локальный минимум то собственно здесь пока будем говорить о том что тренд ну по крайней мере с точки зрения часов таймфрейма продолжается сильно коррекция да по месту 500 продолжается ждем ее завершение тогда уже принимаем решение по входу в сделку а вот по нефтемарке бренд здесь какой-то серьезной волатильности мы не видели за последние недели пока общее движение сохраняется восходящее да нефть сейчас торгуется в боковике 55 56 и собственно пока общее направление тоже сохраняется восходящее поэтому здесь пока без особых изменений пока тенденция идет более боковая да с точки зрения последних недель но в общем восходящий тренд здесь сохраняется а как я уже сказал неделя крайне активно мы видели как резкий рост по ряду акций затем и резкое падение но в целом сезон отчетов пока идет позитивно но и собственно это тоже может дать определенный драйвер на продолжение роста и сын до 500 до областей 4000 вполне вероятно что в следующем месяце там мы s&p 500 можем увидеть но безусловно важно понимать что сейчас идет коррекция важно увидеть уровне где она остановится и используя также этот момент ну а это мы уже обсудим наших следующих видео я всем желаю хорошего завершения дня всем спасибо не забудьте поставить лайк к этому видео если вам понравилось вопросы пишите в комментариях но мы увидимся на следующей неделе и продолжим следить за интересным новостями и разбирать рынок всем спасибо за внимание и до свидания